друзья всем огромный привет новая серия видео дневников нашего семейства ну я желаю вам приятного просмотра этот влог обещает быть интересным потому что в нем я сходила косметологу мы съездили на шашлыки я сломала машину моего мужа еще раз поэтому друзья не будем затягивать и давайте начинать как обычно по нашей традиции ни один влог не обходится без заказа свалберриса показываю купила зала краску капус гиалуроник оттенок 30 также зашла в улыбку радуги купила тушь от белор дизайн кстати очень классная стоит 220 рублей но и ложечка так как мы планируем прикорм ну и также для лета заказала такую легкую рубашечку материал хлопочек она такая полупрозрачная хорошо будет и на пляж и в жаркую погоду она свободная и очень классно сидит у нас пришло куриная отбивнуха это мы едим и третий день не можем все съесть что-то больно много сделала пашке отдельно сделала салат огурцы помидоры зелень а себе сделала то же самое но добавила брымзу паша не любитель такого вот а тасюшка сегодня будет пробовать первый прикорм начинаем с чайной ложечки как у тебя настроение будем пробовать кабачок дочь это вкусно а обнимаем ням 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 таши новый вкус вкусно все слопала слопала умница ты умница Тася, умница, с первой чайной ложкой тебе Ну что ж, мои дорогие, любимая рубрика покраска волос в домашних условиях Я сверяю всегда номер на тюбике краски и номер на коробочке, чтобы не было неожиданных сюрпризов Смешала с 3% оксидом в соотношении 1 к 1 Я всегда начинаю с покраски корней Я вот так вот выделяю по проборам Сначала прокрашиваю корни Ну а затем тоненькими прядями прокрашиваю всю длину Закрыла футболку пакетом из пятерочки, но я просто гений Просто мастер-парикмахер от бога Потому что надела, когда крашу волосы в черный, белую футболку Волосы сразу стали такими блестящими Просто высушила феном, ничем не выпрямляла Класс! Они стали такие рассыпчатые О, кстати, на заднем плане стоит банка с оксидом И накрасила новой тушью глаза Мы вышли на улицу Погода шикарная Я выгуливаю свою новую рубашку Просто замечательная Такой хлопочек, наверное, материал Думаю, надо будет заказать еще какой-нибудь С веселенькой расцветочкой из того же материала Стасюшка у меня спит в коляске Нарядила ее в такой комбезик Девочки, мы в телеграме с вами затрагивали такую тему Как занятия на фитболе и вообще массажи Хочу рассказать вам, что специальных массажев, Стасенька, я не делаю Прямо как массажисты На специальные курсы массажа Я не водила, потому что у нас не было для этого показаний Вот, но так дома для общего развития, так скажем Я когда не знала, чем Стасенька заняться Просто укладывала ее на фитбол И мы делали следующие упражнения Которые я вам сейчас продемонстрирую И для того, чтобы она у меня скорее держала голову на предплечьях Я складывала валик Вот такой вот валик из пледа Стасюша там с ковриком за своим играется Вот так вот я могу ее покатать на фитболе Вот так вперед-назад 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 И она очень хорошо начинала держать головку именно на мече Даже когда просто на диванчике Она не могла так хорошо ее удерживать Стасенька, ты себя заметила? Ой, такая девочка Ой, такая девочка Вот так вот я ее катала Так, следующая упражненница Я просто все обрала с ютуба Я не эксперт, не массажист Все делаю интуитивно Тася, тебе нравится? Под логоточки взять Вот так Животиком прокатить Вот так животиком прокатить Раз-два 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 Тасянка, тебе нравится? Вот так вот попружинить Попружинить чуть-чуть Я не эксперт Просто вот все делаю интуитивно Пока ей нравится, мы занимаемся Как только начинаем капризулить Я ее убираю Раз-два Раз-два Вот так вот мы с ней занимаемся на фитболе Вот, а чтобы она поднималась на предплечье Я просто подкладывала Или полотенчик, овалик под грудку Но сейчас мы занимаемся без них Головочку держим хорошо Поэтому их убрали Потому что охота уже ручками шевелить везде И барахтаться, переворачиваться Девчонки, самый лучший совет Не сравнивайте своих детей с другими Потому что все равно рано или поздно Все они перевернутся Начнут держать голову Просто кто-то на две недели раньше Кто-то на две недели позже Вообще не кипишуйте И даже что-то специального Даже вот этих упражнений делать Ну не обязательно Да, дочь? Да, дочь? Да, дочь? Даже вот эти упражнения делать Вообще абсолютно не обязательно Просто тут уж У кого-то сколько хватает ресурса И желания Ты чё сплетничаешь со мной Лежишь тут, а? А спать кто будет? Я тебя вижу А я тебя вижу Посадила Тасюшку в эрк-рюкзак Побежали по делам Угадайте, куда я ходила Очень удобно Тут миллион дверей Тасюша подглядывает Новый день Как я выгляжу? Во мне кое-что поменялось Я не знаю, заметно это или нет Я вчера сходила к косметологу И убрала филеры из губ Это делается легко Просто два вкола в верхнюю губу Два вкола в нижнюю препарат лангидаза И всё Весь филер растворился Вчера за три часа Собственно, вот мои натуральные губы На других девушках мне это нравится И в принципе мне вообще всё равно кто что делает Но на своём лице я перестала находить это красиво Походу я наигралась в эти все истории Вот, и пошла вчера удалять Косметолог меня, конечно, очень уговаривала этого не делать Она говорит, я тебе так аккуратно сделала У тебя, говорит, губы-то не огромные выглядят Вот с этим филером И она говорит, потом ведь пожалеешь Девочки, я их убрала И нисколько не жалею Я вчера пришла домой Тоже Пашке показала Ему очень понравилось Она говорит, Нюся, такая как в 18 лет мы с тобой встретились Короче, завалила меня комплиментами Да, у меня свои натуральные губки не огромные Но с другой стороны, почему я в 18 лет решила Что губы вот эти вот не подходят к моему лицу Что мне нужно обязательно какие-то большие Что обязательно нужно их заколоть Не знаю Но походу с появлением Тайсеньки в моей жизни Мои мозги, моя самооценка встала на место Не хочется уже как-то дурковать особо Огромный плюс, что все вот эти вот инъекции Всё это можно вернуть как было Я реально себя чувствую такой милашкой с такими губами Так что вот, друзья, такие вот перемены в моей жизни Перед тем, как убрать Тоже с Пашкой разговаривала за несколько дней до этого Говорю, Паша, как тебе больше нравится Он говорит, Нюся, ты и мне такая нравишься И с губами нравишься, и без губ нравишься Мне вообще ты любая нравишься Потому что я просто тебя люблю Поэтому, говорит, меня всё в тебе устраивает Поэтому вот Ну конечно же, когда я убрала Пришла без них Пашка просто был в отпаде Я столько комплиментов, как вчера От мужа не слышала давненько Девчонки, мы в телеграм-канале с вами общаемся часто Я вижу все сообщения И вы у меня интересовались вопросом Режима дня у нашей Тасеньки Скажу сразу, что специально я какие-то режимы, таблицы, схемы Я в интернете даже не смотрела, даже не читала Потому что со временем у нас он как-то выстроился сам Единственное, что для меня важно Это укладывать спать Тасеньку в одно и то же время На ночной сон Засыпает она у нас в промежутке с 9 до 10 вечера В 10 мы уже 100% спим Я всеми правдами и неправдами укладываю её спать И для меня важно, чтобы она вот легла спать где-то в этом промежутке Что касаемо режима кормления Так как мы сейчас полностью на смеси Кормимся мы раз в 3,5-4 часа Вот А дневные сны, девчонки Специально каких-то схем, таблиц Я даже не читала, не забивала себе этим голову У нас бывают дни, когда Тасенька очень хорошо спит Но обычно это плюс-минус в одно и то же время С 10 до 11 Потом с часу может проспать до 3 И с 6 до 7 Дальше мы её 8 часов купаем, бодрствуем И в промежутке с 9 до 10 вечера мы укладываемся спать Но, повторюсь, всё по-разному Бывают такие дни, что у меня возникает ощущение Как будто Тасенька днём у меня вообще и не спит Бывает и такое Малыши очень часто реагируют на погодные условия Какое-то настроение может такое, что ну не хочет она спать днём Я не заставляю И, девчонки, меньше заморачивайте себе голову Какими-то схемами, таблицами Тут смотришь всяких педиатров Так они Купите мой курс Там будут консультанты по сну Консультанты по сну Это где у нас такая академия сна, что ли, есть, девочки Что консультант по сну, где они учились На чувстве тревоги все пытаются навязать свои услуги Девчонки, кроме вас, вашего малыша, никто так хорошо не знает И материнское сердце, оно редко когда обманывает, поэтому опирайтесь исключительно на желание своего малыша На свое какое-то внутреннее ощущение Ну и все В этом весь залог вот счастливого какого-то материнства Спокойной нервной системы мамы Спокойного малыша Вот сейчас у нас времени Половина первого Тасенька у меня сегодня уснула пораньше Она уснула в 12 Ну это ничего страшного Я не буду специальному рыжить ее бодрствованием до час Потому что мне нужно, чтобы она уснула в час Спит и спит Я спокойненько сейчас в это время пообедаю Поэтому, девчонки, вот и все Вчера в детском мире купила вот такие вот подгузники-трусики-ману Это у нас такой временный вариант, пока мы ждем Паша заказал сразу три пачки подгузников-трусиков-моми Но нужно дождаться доставки Вчера съездила в детский мир и взяла вот такие вот нам На пробу ману Девчонки неплохие Вот как они выглядят Они покрупнее немножко На 6-11 килограмм Неплохие Нам понравились В принципе, тоже если будут на них акции Будем их брать У Тасюшки сегодня комбинезончик в цвет сосочки Такая модняшка едет Сегодня перед прогулкой дала Тасеньке Попробовать цветную капусту Это такая гадость Она у меня даже есть не стала Кабачок нам понравился Но вот цветная капуста просто Ну не пошла она Не пошла Я про прикорм девчонки вам не буду подробно рассказывать Просто прикреплю видео в описании Схему, которой я вдохновилась на ютубе Тоже девушка снимала Все подробно рассказала Оставлю в описании ссылочку Ну а мы как обычно с Тасенькой вышли на прогулочку На улице сегодня 17 градусов Смотрите, у нас хоть деревья начали зеленеть в конце мая Красота И на улочке уже стало находиться гораздо веселее Тасюшка у меня там отдыхает в коляске Доброе утро, это новый день У нас сегодня на улице 26 градусов За окном просто все зелено Это не может не радовать И девчонки, как только на улице появляются лучки тепла Все сразу в моем рационе появляется окрошка Буду сегодня завтракать окрошкой, представляете? У меня как обычно Девчонки, на чем любите есть окрошку? Я только на кефире Вот я сделала такую заготовку Пашка взял на работу с собой с майонезом Он ее на работу взял вместо салата Я люблю только в качестве супа Все, навела себе Тасюшечка сидит рядышком в шезлонге Ее скоро буду тоже угощать морковочкой Вот И, друзья, я тут как эта индийская принцесса Короче, обсыпала меня Потому что женский цикл пришел в норму Спустя 4 месяца после родов Я думала покайфовать еще подольше Но как есть, так есть Так что, девчонки, вот такие дела Поскольку у нас сейчас белые ночи Светлеет очень рано И, соответственно, поднимает она меня тоже Очень рано Даже если у нас шторы blackout Все равно где-то там Лучик солнца пробирается И ее будет Короче, и все В 6.30 у нас пробьем Сегодня Удивительно Она проспала до восьми Давайте Что это за праздник такой? И добрее человечка После пробуждения У меня нет Доча первые полтора часа У меня идеальный ребенок В общем, я поняла Что Тасюшеньке у нас понравилась морковь Кабачок И Я решила, значит Попробовать сделать пюрешки Из этих продуктов сама Вчера просто Нарезала кубиками Заморозила Но вот когда едим Покупну баночку с морковкой Попробуем сделать Самостоятельно Если дойдут руки Покажу вам это во влоге В этом так в следующем Будешь морковочку? Да Тася готова кушать Надела на нее слюнявчик И в шезлонге ее кормить очень удобно Пока в стульчик для кормления Не пересаживаю У нас его нет А вот в шезлонге Очень удобно И девочки Когда тянусь за новой ложкой Она так просит еще Тасяечка На кушай Кушай хорошая девочка Не знаю даже куда больше попадает В рот или на слюнявчик Ты хорошая девочка Ну а мы вновь выбрались на прогулку Тасюшка трогает все болтики Винтики в коляске Все уже интересно У рубашечки своей новой Очень она мне нравится Просто вообще Кому надо Тоже ссылочкой поделюсь в описании Сегодня с Тасюшенькой С утра пробовали морковку Морковка послаще Поэтому она ее съела С большим удовольствием Аллергических реакций Каких-то вздутий Живота и прочего У нас тьфу-тьфу-тьфу не было Поэтому дай бог Чтобы так и было дальше А еще мне так нравятся Мои ресницы с этой тушью Просто суперские Не смотрите на эти две морщины Потому что я иду Уходите морщины Уходите Но ресницы Балдеж Тур за 200 рублей Мы нашли свои ножки Скоро потянет в рот Мы теперь катаемся в коляске по-разному Даже так Все интересно поглядеть Да, дочь Тасенька 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 Хорошая девочка Сегодня Тасенька 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 Подождите Я боюсь что-то Блин Вдух И куда Парай В проход Ух 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 Ну не всегда Первый В коме Второй коме Третий тоже Я не понимала Если вы думаете Что я довезла нас Без приключений То вы ошибаетесь На видео была просто сила монтажа Я вырезала все неудачные моменты, где я глохла. И, в общем, когда мне уже нужно было выезжать вот с этих песков на нормальную дорогу, Паша начал нервничать, говорит, Нюся, дави на газ, дави на газ, давай, типа, выжимай сцепление с газом, с газом, со всей дури. Девочки, я нажала со всей дури на газ, машина сделала так, пык-пык-пык-пык-пык, пошел дым просто в салон. Паша проверяет и говорит, Дора, ты на третьей передаче стартовала. А у него на машине реально очень тяжело переключаться первая и третья передача, как бы. Я подумала, я с усилием сделала, думала, значит, это первая. Короче, склопотала я по полной. Он говорит, Нюся, я на тебя понадеялся, а мне уже страшно было садиться снова в эту машину. Он говорит, давайте посадись за руль, поехали. Я потом с горем попала, в общем, довезла нас до дома, но стресс был такой. Паша подумал, говорит, я в моменте, когда тебя учил газ включать, я подумала, что ты реально тупая. А я подумала в тот момент, что он реально абьюзер. Короче, это ужас, поездка была такая нервная. Но, как говорится, всё это опыт, всё это опыт. Будет что вспомнить. И, ну, Паша на меня, конечно, немножко поворчал, что я ему сожгла сцепление. Но, как бы, ничего критичного, машина-то ездит нормально. Просто вот этот вот момент, когда он мне говорит, газ, нажимай газ. А я и так нажимаю, но она всё равно глохнет. И он думал, что я с первой передачи стартую. Да я тоже так думала, а оказалась с третьей. Короче, это вождение на механике просто иногда взрывает мои мозги. Ну, или просто вот это вот Рено Логан не моя машина. К нам со Сбир Мегамаркета пришла огромная посылка. Тяжелючая. Тут три упаковки попперсов. Тася кушает морковочку. Сегодня уже четыре ложки. Такое интересное. Вот так. За ложку главное держать за палец. Ну, правильно, что скажи. Морковочка, так она же вкусная. Она же с моркови. Да. Сейчас дом, сейчас дом. На, на, на. Ам. Распаковала я, в общем, эти три пачки подгузников. Одну уже положила в наш запасник. Эти две уберу подальше. И вот почему-то я в беременность думала, что ну вот одной такой пачки нам хватит, ну, на месяц. Она же такая огромная. Девочки, я еще так в жизни никогда не заблуждалась. Я сюда поставила купанду. Она черно-белая. В общем, Тасяшке нравится. Занимаемся на фитболе. Гуду мунинг. На часах в восемь утра я приготовила себе завтрак и ишенку. И готовы лютосюшки. Я туда закинула замороженный кабачок. Ну, девчонки, попробуем сделать самодельную пюрешку. Что из этого выйдет. Не даже я их намораживала. Друзья, накормить Тася самодельной пюрешкой не удалось. Потому что я пыталась перемолоть этот кабачок прям вот как, ну, как магазинское пюре. А консистенции такой я добиться не смогла. Сначала думала, вилочкой разомну, и все. Но вот эти волокна, хотя у меня без шкурки был, без ничего вот этот кабачок. Оно все равно не перемалывается. И погружным блендером вот, короче, поблендерила. Все равно, все равно получилось какое-то гэ. Я думаю, ну проскочит вот эта вот фигня. Ладно, проскочит. Оно же все равно мягкое. И что, и у нее как только какой-то кусочек попадается на язык, она сразу так и выплевывает. Тасяся, как игрушечком тянется. Доча. Ну я из адского шефа переквалифицировалась в детского повара. У меня получилось сделать идеальное пюре по консистенции. Я, в общем, взяла кабачка половину и половину морковки. Ну вот в соотношении, да, 50 на 50. Добавила чуть-чуть водички, переблендерила, и получилась вот такая однородная консистенция. Я запихала в диванки из-под детского питания. Как раз оно хранится сутки. Вот одну скормлю тасеньки сегодня, а другую завтра. Ура! Вот я прямо в чашке переблендерила. Смотрите, консистенция какая. Реально покупное пюре. И оно такое вкусное вообще. Смотрите, это вот остатки пюре. Я его съем сама, подсолю сейчас себе. Такая кабачковая икра натуральная. Получилась консистенция просто идеальная. Вот как покупное, без всяких там кусочков. Пришел курьер, принес нашу смесь. Девочки, вы узнали, сколько мы потратили на то денег. У нас это целое состояние. Мы вообще что подгузники, что смеси решили заказывать сразу на месяц вперед. Ну вот этих банок со смесью нам хватит больше, чем на месяц. Потому что у нас одна банка уходит на неделю. Во-первых, чтобы это не било по семейному бюджету. Поэтому сразу день зарплаты, сразу самое главное. Пеленки, подгузники, смесь. Здесь все, чтобы об этом месяц не думать. Оплатить все платежи и дальше уже просто жить и радоваться жизни. Ну и чего уж греха таить, вот эта вот смесь Нутрилон Про Футура продается у нас только в детском мире. У нас торговый центр от дома далековато. И не всегда смесь бывает в наличии. Поэтому, чтобы у нас не случился такой вот форс-мажор, что смеси дома нет, приходится закупать вот так оптом, оптом. А еще, девчонки, кто покупает такую же смесь, очень выгодно заказывать на Сбер Мегамаркете. Это не реклама. Я еще пока у вас не такой блогер, что не сотрудничаю с такими маркетплейсами. Вот. Действительно выгодно, потому что они присылают промокоды. Можно бонусы спасибо считывать. И поэтому, если вы заказываете несколько банок смеси подряд, сумма выходит кругленькая, и можно воспользоваться промокодом. Поэтому пару тысяч, то мы, конечно, на этом сэкономили. Вышли с Тасюшкой, не знаю, на какой из очередных наших прогулок. В этом влоге какой-то прям прогулочный влог получается. На улице пасмурно, солнце не светит, и Тасе такая погода нравится больше, потому что ей не слепит ничего в глаза, и она не капризничает. Едет моя маленькая принцесса, птичек разглядывает. Я ей тут открыла козырек, укрыла все равно одеялком. Но гуляем. На улице 25 градусов, солнца нет. Пахнет распускающимися листочками на деревьях. В общем, все замечательно. Ну, а я оделась как бомжик. Ну, как бомжик, на мне Пашкина рубашка. Шорты, как обычно. Короче, в чем дома сидела, в том и вышла. На самом деле, в этом тоже есть своя прелесть, что не нужно по миллиону одежек менять в день. И когда я осознаю, что впереди еще целое лето, и, короче, какое-то чувство свободы просто внутри, хочется гулять еще часа три с Тасенькой. Не знаю, позволит ли нам погодка сегодня, потому что я слышу, что что-то громыхает. Ну, посмотрим. Надеюсь, дождь не ливанет. Хотя грозы сегодня, по прогнозу, не обещали. Ночью вот у нас была, конечно, жесткая. Сейчас пока гуляла, пришла смс ко мне на WhatsApp, что вашему ребенку Таисии не предоставлено место в детском саду. Уже. Ну, конечно, мы так раную не будем отдавать. Надо позвонить, наверное, написать заявление, чтобы место нам оставили. Я планирую вообще после того, как мы к горшку приучимся только потом. Пока рано. Да и нету мне такой надобности, пока на работу выходить. Так, что, девчонки, такие новости. Как тебе в колясочке едется сегодня? Укутала ее одеялком. Едет такая царевна. Перезвонила на свой страх и риск. Это был реальный детский сад. Они мне смс-ку написали. Говорят, Анна Андреевна, мы вам звонили, вы, говорит, все не берете и не берете. А я незнакомые номера вообще никогда не беру, потому что банки эти по 7 раз на дню названивают. И она говорит, что у нас подошла очередь в детский садик. И говорит, просто напишите заявление, пока никто не заставляет ее отдавать. Вот. Она говорит, как будете готовы потом, просто как бы там после полутора лет или когда там, в общем, просто чтобы место оставили, тасеньки в детском саду. Поэтому вот в июле пойду писать заявление. Что-то у нас, походу, дождик начинается. Потопали мы домой. А Тасюшенька только уснула. Надеюсь, что она дома тоже немножко у меня подремлет. Попали под дождь. Это мой первый летний дождь. Хорошо, что мы отошли недалеко от дома. Тасенька подглядывает из кроваточки. Я тут смотрю, кто на улице еще ходит, бродит. Я вот как знала, взяла дождевик на коляску. Думаю, это пасмурная погода все равно как-то не к добру. Еще зацените, как у меня загорела кисть руки. Хоть иди в соляре сравнивай теперь все тело с этой кистью. Вот что значит каждодневные прогулки по два часа на улице. Тася с нами подглядывает из своей кроватки. Мы с Филисой своей кроватки следим за Тася. Пережидаем грозу. Не пугайтесь, что у нас здесь нет бортика. Мы просто на ночь прислоняем ее к своей кровати. Так очень удобно, даже вставать никуда не надо. Натуральный белый шум. Я надеюсь, вам было интересно провести со мной время. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Ну и до новых встреч в следующих видео. Давайте пообщаемся в комментариях. Ставьте лайки. И все, всех целую и обнимаю, как обычно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok